здравствуйте друзья сегодня мы с вами посмотрим вот такой универсальный пульт цифровых приставок данный пульт идет на два устройства он настраивается под управление приставками так и под управление телевизором имеет обучаемую тв-секцию которая введена вот эта полосочка белая тв-функция написано итак как настраиваться данный пульт самый лучший способ настройки этого пульта это ввод кода с ним поставляются вот такие вот кодовые листы два штуки в нем в них множество различных изображений пультов с кодами но самая ценная вещь это вот эта вот таблица в данной таблице еще больше кодов чем картины в картиночной такой инструкции скажем так и здесь они распределены по брендам можете найти свой бренд и ввести какой-то код если один код не подходит в эти другой так по порядку все коды для вашего бренда к примеру возьмем у нас приставка цифровая дофлер деби т2p 11 модель код 136 соответствует данной приставке его мы запоминаем берем наш универсальный пульт естественно ставили батарейки зажимаем зеленую кнопочку power и кнопочку субтитл через две секунды пульт уже готов к видео кода индикатор загорелся постоянным красным светом так и вводим код 136 1 3 6 четко прожимаем кнопки чтобы все команды пульт принимал индикация погасла наш код принят берем этот пульт направляем на цифровую приставку они на телевизор нажимаем проверяем все ли команды приставка выполняет если не подходит или не выполняет вводим следующий код соседний для этого же бренда и так далее если ничего не помогло можно вот в этих картиночных табличках картиночных инструкциях скажем тогда как бы назвать покрасивее найти изображение вашего пульта он может быть под любым брендом обозначен там goldmaster например там до горизонт и тогда как угодно и ввести код соответствующий ему потому что техника это вся оем и очень большая вероятность что если вы найдете пульт такой же как ваш внешний что код подойдет так это был первый способ настройки данного пульта а вот кода из таблицы второй способ настройки автопоиск если ничего не помогло ни один код не подошел ничего не срабатывает можно воспользоваться автопоиском способ не очень хороший потому что приставки некорректно реагируют на эти команды порой отрават под разные пульты такой способ сомнительный но как выход если уже ничего не помогает он сгодится я сейчас тестер включу чтобы видели как он работает и так что мы делаем зажимаем кнопку power и удерживаем внимание на красный индикатор через три-четыре секунды примерно индикатор начал равномерное мигание вы кнопочку не отпускаете и держите пульт направив его на цифровую приставку не на телевизор направили пульт на приставочку глаза выше смотрит на экран вашего телевизора как видите на нашем тестере меняются различные команды микросхемы системы и так далее это значит что пульт подают разные команды под разные разные пульты из своей базы сначала под один под второй по третий по четвертый так далее по очереди всю базу свою он прокручивает подает команду на увеличение громкости звука это означает что мы на экране телевизора ждем когда появится шкала увеличения громкости как только эта шкала появится вам необходимо срочно моментально отпустить эту зеленую кнопку чтобы зафиксировать код а далее проверить уже все остальные кнопочки все ли совпадает цели работает если работает некорректно вы можете продолжить автопоиск проделав те же самые действия он с того места где остановился базу крутить с того места и начнет нажимаем кнопку и продолжаем автопоиск это был второй способ настройки автопоиском и осталось у нас тв-секция данная тв-секция является обучаемая также она работает по и брендом насколько я помню вот они эти бренды указаны здесь в инструкции toshiba samsung lg philips bbk sony sharp panasonic без настройки то есть когда вы вставили батарейки он должен сразу управлять тими телевизорами ну как бы бренд bbk очень интересный бренд и разносторонний это оем бренд поэтому к нему я рекомендую все таки скорее всего придется вам обучать тв-секцию остальные бренды я соглашусь да он должен подхватывать сразу без настройки и так как обучается эта секция для обучения пульта конечно же нужен исходный пульт донор сигналов это будет пульт от самсунга что мы делаем зажимаем кнопочку set и держим ее пока индикация не загорится постоянным красным светом прошло примерно две-три секунды индикация загорелась пульт готов к обучению далее направляем пульты диодами-излучателями друг против друга и нажимаем одинаковые кнопки первое нажимаем кнопку на нашем обучаемом пульте которую хотим обучить киви power нажали и зажимаем эту же кнопку на пульте от самсунга три раза моргнул сигнал записался громкость минус нажимаем один раз здесь также эту кнопочку нажимаем сигнал записался а это была громкость плюс громкость минус теперь так один раз нажимаем и здесь записался тиви ави это соответствует режиму кнопочки source все для выхода из этого режима обучения нажимаем один раз кнопочку set делаем сверху сигналов смотрим записались ли у нас команды внимание на экран тестера включение кнопка кольт код 02 здесь код 02 записалась прекрасно громкость плюс оба 07 по ходу я перепутал кнопки да 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 я громкость минус обучил на обе кнопки но бывает самый главный результат то есть записались обе кнопки все прекрасно тиви и она же source код 01 и здесь код 01 замечательно обучились все кнопки с первого раза все хорошо теперь этот пульт будет управлять нас и приставкой дофлер и нашим телевизором samsung по основным функциям и мы можем убрать пульта самсунга куда-нибудь подальше он нужен будет только для настроек телевизора все пульт два в одном готов можно пользоваться на этом у меня все надеюсь это видео было для вас полезным всем спасибо за внимание и до новых встреч